Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на канале Готовь просто с Михаилом Тором. И сегодня мы будем готовить просто, потому что мы будем готовить блюдо из разряда, которое мы очень любим, называется Бросил и Забыл. Блюдо, которое мы готовим очень быстро, из простых продуктов, затрачивая минимум усилий. Это будет у нас куриные голени с картошкой по-деревенски. Очень просто будем готовить, сейчас я приступлю, но сначала по ингредиентам. Мы возьмем замечательные куриные голени, ну, само собой, купить не проблема. Картошечку, если есть у вас молодая картошка, возможность купить, покупайте, картошку мы чистить не будем. Вот у меня такая хорошая картошечка. Пару луковиц, приправа для курицы, я ее смешиваю, помните, сам. Там соли нету, поэтому возьмем соли. Курица любит соль. Недосоленная курица не так вкусная. И растительное масло. Вот, собственно, все, что нам нужно. Замечательные ингредиенты. Погнали готовить. Маленький лайфхак. Мы берем наши специи и не сразу их к голеням посыпаем, а мы их сначала в маслице и соль сюда же. И вот так в маслице разводим. Распускаем, называется, специи, чтобы они в масле разошлись. Вот такая, получается, кашица у нас. Она замечательно будет покрывать, как маринад, нашу курочку. Также она покроет у нас картошечку. И это будет фантастически вкусно. Пальчики обрежете. Ну и просто. И я уже подготовил. Голени. Не слушайте тех, кто говорит, что не надо мыть курицу, которую вы покупаете в магазине. Конечно, это какая-то глупость, что микробы куда-то зайдут вместе с водой. Но откуда мы знаем, где валялась эта курица, какие технологические процессы проходили. Конечно, мы все моем. Это даже не обсуждается. Курочка чистит. У нас такая красивенькая курочка. Я нарезал уже картошечку. Смотрите, картошечка должна быть вот таким серпиком. Вот картошечка по-деревенски. Некоторые называют ее айдах, а там немножко другая технология. Вот такой серпик. Больше не нужно. Нам надо, чтобы все хорошо припеклось. И таким же серпиком лучок. Вот так аппетитно это все выглядит. Замечательно. И я сегодня буду готовить вот в таком противне. Глубокий противень мы берем, чтобы в него у нас все поместилось. Конечно, предварительно, когда мы только все начали делать, мы уже включили духовку. Она уже разогревается. Значит, мы берем картошечку и вот сюда ее высыпаем. Распределяем хорошенько по дну нашего противня. Вот так мы распределяем картошечку. Вот она покрыла все дно. После этого мы высыпаем сюда корочку и наши подготовленные, помните, специи с маслом. Вот так высыпаем все это дело. Вливаем больше, наверное. Хорошо собираем. Чтобы не было ничего лишнего. И руками вот так это дело все перемешиваем. Чтобы у нас и курочка, и картошечка хорошо все покрылось специями. Вот так прям перемешающими такими движениями. Вот так сверху вниз. Это простое блюдо. Любит руки. Все. Курочка покрылась. Теперь курочку перемещаем на верхний ярус. Вот так выкладываем голени. Картошечка у нас провалится вниз. Соки из курочки все пойдут в картошечку. Вы понимаете, насколько это будет замечательно и прекрасно. Вот так. Вот такая заготовочка у нас получилась. И она пойдет в духовку. Духовка на максимальные 250 градусов на 40-45 минут. Если есть гриль, можно включить гриль. Будем делать колеровочку. Вот. Вот такая красота. Пойдет запекаться. Как я и сказал, 250 градусов. Температурой курочку не испортишь. Ну и приготовиться быстрее. Курочка вот так классно у нас под грилем запекается. Когда она будет совсем румяненькая, мы голени перевернем румяной стороной вниз и заколируем, сверху зажарим. То есть у нас вся ножка будет зажаристой. Не будет бочка такого бледненького. Я достал наш противень с курочкой и картошечкой из духовки. И сейчас переверну курочку вот этой поджаристой стороной вниз. И будем поджаривать в сторону другую, внутреннюю сейчас. Вот так я перевернул все быстренько. Обратите внимание на картошечку, какая она уже классная, запечененькая под грилем. Все. Обратно в духовку. Минут 15 займет. Если есть гриль, обязательно включаем. Вот и вторая. Верхняя часть заколеровалась еще минуточку и будем доставать. Вот что у нас приготовилось. Вот такая вкусняшечка. Сейчас сервируем красивенько и будем ужинать. Вот так прекрасно у нас получилась картошечка. Наши запеченные ножки. Я еще сделал салатик из пекинской капусты, огурчика и помидорчиков кумата. Это вкуснятина просто балдежная. Всем советую этот рецепт. Очень быстро. Очень просто. Наше блюдо готово. Мы сейчас будем его кушать. Оно обалденное. Ой, я не могу устоять. Все. Подписывайтесь на канал «Готовь просто» с Мишей Тором. Будет очень много вкусненьких рецептиков. Главное простых, которые вы можете легко повторить на вашей обычной кухне. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok